Итак, новый состав Думы Новоуральского городского округа избран, а на прошлой неделе состоялось последнее очередное заседание городской Думы седьмого созыва. И прошло оно очень насыщенно. Народные избранники на заключительном заседании рассмотрели 16 вопросов. А в завершении глава округа Вячеслав Тюменцев поблагодарил за работу каждого депутата Думы седьмого созыва. Позади пять лет работы Думы седьмого созыва. Депутаты проявили свою работоспособность. Было принято множество важнейших для развития Новоуральского городского округа решений. А на своем заключительном заседании народные избранники рассмотрели информацию об исполнении бюджета за первое полугодие. Так, доходы бюджета составили 2 миллиарда 261 миллион рублей, что составляет 48% от уточненного плана на 2022 год. По сравнению с первым полугодием 2021 года доходы выросли на 47 миллионов рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 2 миллиарда 200 миллионов рублей, 45% от уточненного плана. В целом осуществляется равномерное освоение бюджетных средств. Соответственно, доходы бюджета составят 4 миллиарда 894 миллиона 583 тысячи 600 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 3 миллиарда 413 тысячи 688 тысячи 900 рублей. И расходы бюджета, таким образом, уже будут сформированы в объеме 5 миллиардов 97 миллионов 646 тысячи 700 рублей. Депутаты рассмотрели вопрос о достижении критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за первое полугодие 2022 года. На контроле депутатов находилось 9 муниципальных программ с 35 критериями оценки. По итогам первого полугодия положительный ход достижения отмечается по 8 программам. Высокий процент выполнения, более 50%, отмечается по 24 позициям, что составляет 68% от общего количества установленных. Это показатели программ развития строительного комплекса, развития транспортной инфраструктуры, развития ЖКХ, развития малосельного предпринимательства, развития системного образования, развития физкультуры, спорта, туризма, молодежной политики, обеспечения безопасности проживания населения и развития культуры. Дума подвела итоги выполнения наказов избирателей с 2018 по 2022 годы. Всего было реализовано 105 таких поручений от новоуральцев. Объем финансирования составил 158,6 миллиона рублей. В числе выполненных наказов большое внимание уделено решению вопросов, связанных с благоустройством Новоуральска. В частности, выполнен ремонт дворовых проездов 26 многоквартирных домов. Обустроено 8 детских и 4 спортивных площадки, 10 парковочных карманов, 8 лестниц. Выполнены и другие наказы. Депутаты внесли изменения в бюджет округа на 2022 год. Доходная часть увеличена на 159 миллионов рублей и составила 4 миллиарда 865 миллионов рублей. Изменения произошли в основном за счет уточнения плана поступления межбюджетных трансфертов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Госкорпорацией Росатома и правительством Свердловской области, новоуральску выделены дополнительные финансовые средства в размере 150 миллионов рублей. Они направлены на Благоустройство дворовых и общественных территорий, Ремонт автомобильных дорог и объектов социальной сферы. Решением Думы выделены дополнительные средства на Выполнение наказов избирателей – это 695 тысяч рублей, Ремонт мостов – на сумму 807 тысяч рублей, Ремонт свободных помещений муниципального жилищного фонда – 3 миллиона рублей, Подготовку к отопительному сезону – ремонт инженерных сетей сельских населенных пунктов – в сумме 673 тысячи рублей и другие значимые мероприятия. В завершение своей работы депутаты приняли новую редакцию основного документа по организации своей деятельности – регламента Думы. В документе аккумулирован накопленный опыт работы Думы седьмого созыва. Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что взаимопонимание, которое было выстроено, очень дорого, и поблагодарил думцев седьмого созыва за совместную работу, отметив, что самая главная задача на будущее – выходить на заседание Думы уже с максимально проработанными вопросами и принимать сбалансированные решения. Дарья Максимкина, Анна Акрамова, Павел Сизов. Объектив. Итоги.